Мы люди разных политических взглядов. Мы принадлежим к разным силам, но мы объединились вместе в антивоенный комитет, потому что мы считаем, что эта война нашей стране не нужна. Мы считаем, что нашей стране не нужен вождь, который превратил нашу страну в диктатуру и начал эту жестокую, агрессивную, несправедливую войну. Мы объединились, чтобы голос тех россиян, кто выступает против войны, был услышан во всем мире. Кремль считает нас экстремистами и врагами, как и сотни тысяч и миллионы россиян, которые вынуждены либо молчать, либо бежать из страны под угрозой тюрьмы. Мы говорим от лица тех, кто не может говорить вслух. Мы готовы взять на себя ответственность за Россию, которая не хочет войны, не хочет Путину власти и хочет раз и навсегда избавиться от имперского прошлого, призрак которого и сегодня продолжает отравлять жизнь миллионов и миллионов людей во всем мире. Мы будем потом в дебатах спокойно разбираться, чья модель управления нашей прекрасной России будущего лучше. Но сейчас мы объединились в борьбе с единым врагом – путинизмом, милитаризмом и вот этой чудовищной автоэклептократии, которая в нашей стране развязала бесчеловечную, братоубийственную войну с Украиной. От этой войны страдают все. Нас объединяет ценности человеческой жизни и идеи общества, построенные на демократических идеалах. Путин и его идеология – угроза нашим ценностям, и наша задача – объединить все силы на борьбу с этой угрозой, путинизмом и его последствиями. Владимир Путин и российское государство развязали полномасштабную войну в Украине, сопровождая это баровство неслыханной ложью и пытаясь оправдать по забытому уже империализму, сегментами и расовой теории, отказывая украинцам о своем государстве. Путин объявил войну не только Украине, но и всему свободному миру, всем людям, которые выступают за права человека и демократию. Он воюет со всеми нами. Однажды я спросил у Натальи Горбаневской, участницы знаменитой демонстрации «Семерых» на Красной площади в августе 68-го против вторжения в Чехословакию. Почему она пошла? Понимая риски, понимая цену, я никогда не забуду, что она мне ответила. Хотела иметь чистую совесть. Сегодня, когда режим Владимира Путина совершает военные преступления на территории Украины от имени российского государства, как бы от имени всех нас, российских граждан, очень важно сказать «нет» этой войне. Сказать громко, сказать так, чтобы все услышали. Не бойтесь и не будьте жертвами пропаганды Путина. Мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы эту войну остановить и помочь тем людям, которые от нее пострадали. И неважно, это русские, украинцы или люди других национальностей. Мы запустили проект «Ковчег» – службу помощи россиянам, которые вынуждены были покинуть тоталитарную Россию. Прежде всего, из-за своей антивоенной позиции. Через год в Телеграме сотни волонтеров помогут решить самые разные проблемы – от юридических вопросов до поиска временного жилья. Присоединяйтесь к нашим проектам, если готовы помогать. Обращайтесь, если нужна помощь. Мы считаем, что иначе нам будет стыдно смотреть в глаза нашим детям и нашим многим. Эта война нашей стране не нужна. Эта война нашей стране не нужна. Война нашей стране не нужна. Присоединяйтесь.